В Славянске-на-Кубани на базе кадетского братства состоялся стрелковый турнир для молодых семей, трудящихся молодежи и студентов. Соревнования были организованы сотрудниками Центра патриотического воспитания молодежи имени Геннадия Трошева и Славянского филиала «Кубань-Патриот-Центр». Стрелковый турнир традиционно проводится в рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. В нем могут принять участие все желающие. И надо отметить, число участников год от года увеличивается. Пришла поучаствовать, чтобы править свои возможности в стрельбе. Я очень рада, что такие турниры проводятся в нашем городе, тем более бесплатные, тем более для молодежи, в которых принимают участие также многие учреждения. Перед началом соревнований участника поприветствовал начальник управления по делам молодежи Олег Смольников, пожелав всем удачи и отличного настроения. Победителей турнира определяли в двух группах – среди молодых семей и среди работающей молодежи. «Соревнуются за кубок, который является переходящим. Каждый год такой турнир организовывается в стенах кадетского братства. Сегодня у нас более 30 участников. Ребята очень стремятся совершенствовать свои навыки в стрельбе. Для нас очень радостно, что молодежь тянется к таким мероприятиям, особенно в рамках месячника патриотической работы». Первыми соревновались молодые семьи. Супруги Кары в турнире участвуют постоянно. Сегодня настрой только на победу. «Мы уже не первый год участвуем в стрелковом турнире, организованном молодежкой среди молодых семей. В этом году также принимают не только молодые семьи, но еще и школьники, студенты. Мы занимали первые, вторые, третьи места. В этом году хочется занять, конечно же, первое место. И мы приложим все усилия к этому». «Всем удачи». В этот раз удача была на стороне семьи Карах. И оговорка в интервью о завоеванных первых местах оказалась не случайной. По результатам выбитых очков именно они стали победителями турнира. «Третье место – семья Терещенко. Аплодисменты. Второе место – семья Лукьянец. Аплодисменты. И первое место – обладателем сегодняшнего главного трофея. Становится семья Кары». Далее соревновалась молодежь в личном зачете. Среди 30 участников лучшим стал учащийся Славянского электротехнологического техникума Михаил Кузьмин. На втором месте студентка филиала КубГУ Виолетта Редько. Тройку лидеров замыкает учащийся техникум экономики права Владимир Парфининга. Победители соревнований были награждены почетными грамотами. Но главное – все участники получили положительные эмоции и отлично провели время. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».